Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова. В этом выпуске я не знаю даже как это цензурно рассказать, тем более, что сами власти не скупятся на такие действия, которые слабо поддаются цензурным словам. Чингиза и Дорбекова сняли с поста главы профильного комитета за то, что он отказался нарушать закон. Ташиев за старое, Колобек Джапаров кормит обещаниями и призывает готовиться к сложным временам. Ну и обо всем более подробнее смотрите далее. И снова в атмосфере строжайшей секретности, хотя ранее обещал, что вопрос Кемпира Абада будет обсуждаться в парламенте открыто. Но Садыр Джапаров, хозяин своему слову, захотел, дал, захотел, взял. Садыр Джапаров сказал, что Камчбек Ташиев пришел и сделал по-своему, чем подлил масло в огонь тревожности по поводу Кемпира Абада. Но это было еще тогда. А сегодня почти повторилась та же ситуация. Сегодня состояла встреча властей с активистами, но опять же пускали не всех, а только по спискам. Журналистам же запретили вести видео и аудиозапись. Сегодня наши власти адвокат властей Узбекистана, их переговорщики, лоббисты их интересов. Такое у нас руководство. Поэтому в ближайшем будущем, как и Рахмон, получивший орден от Путина за вклад в восстановление стабильности в регионе, так и Садыр Джапаров получит орден от Мерзиёева за вклад в процветание региона. За то, что создал прекрасные условия для соседней страны на ближайшие 100-200 лет. Телефон у активистов забрали, но о том, как прошла эта встреча, некоторые из них все равно смогли рассказать. Так, гражданский активист Эликомат Куренов заявил, что глава ГКНБ Камчбек Ташиев в открытую угрожал. А на поставленные вопросы власти не смогли четко ответить. Не было ни аргументов, ни фактов. Их уровень остался таким же. Отвечая на вопросы, в том числе, наш президент в своих выражениях указывали, что мы оппозиция, что у нас плохие намерения, мы завидуем, у нас не хватает ума. Камчбек Ташиев дошел до того, что угрожал, сказав, что разобьет лицо нескольким из нас. Мы попросили показать протоколы. Они ответили, что покажут за три дня до ратификации. Ранее главный по социальным сетям и защите чести и достоинства президента и КОКО-КО Эдиль Байсалов заявил, что власти не допустят срыва подписания важнейшего для наших государств документа только из-за того, что кто-то так хочет устроить прямой эфир. Кажется, кто-то не понимает, что дело не в личных хотелках, а в важности обсуждаемого вопроса и необходимости прозрачности. Да и вообще, они что, каждый раз будут звать по чуть-чуть активистов на разговоры тет-а-тет? Почему бы сразу со всеми, со всей стороной не обсудить? Это же важный вопрос, который касается всей страны. Не рассказать на всю страну, что происходит и зачем. Есть что скрывать, нечего предъявить. Ну, такой вывод напрашивается, уж простите. А Эдиль Байсалову пора бы вспомнить о своих прямых обязанностях, за которые он получает зарплату из госбюджета, из наших с вами налогов. И это не я сказала, вот депутат Джигурку Кенеша. Курирующий в кабинете министр в социальную политику Эдиль Байсалов пусть не занимается постоянно политикой, займется пострадавшими во время событий в Баткенской области женщинами и детьми. Они получили психологическую травму, и она даст о себе знать через 3-4 года. И сегодня же в Джигурку Кенеша разгорелась настоящая бойня. Фигурально выражаясь, пять фракций Джигурку Кенеша ополчились на Чингиза Айдарбекова за то, что тот не стал, как глава профильного комитета, подписывать проект соглашения с Узбекистаном, по которому Ким Пирабад отходит к Узбекистану. Пять фракций обратились к спикеру с просьбой снять Чингиза Айдарбекова с должности главы комитета по международным делам. «Это не саботаж. Не поставить подпись в решении после итогов голосования – это преступление. Мы не можем по своему желанию ставить или не ставить подпись. Это комитет. Надо уважать голоса его членов». «Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич!» «Тогда пей». Ну, примерно на таком уровне. Рассуждение. А еще напомнило интересы государства превыше интересов народа. Как вот ранее сказал другой депутат, Рызбек Атаджанов. И Байсалов, обвинивший Айдарбекова в популизме и непрофессионализме, тоже говоря о проекте соглашения с Узбекистаном, упирал на то, что все в интересах государства. Но ведь народ – это и есть государство, так-то. А депутаты должны работать по закону и принимать решения без давления, изучив все документы, а не так, как происходит сейчас. Сам Айдарбеков вполне достойно ответил, что следовал букве закона и сейчас не будет подавать апелляцию. Еще раз скажу, что документы были предоставлены не полностью. Я их только позавчера посмотрел, и уже есть вопросы по этим документам. И я сегодня скажу коллегам, я думаю, это и была причиной, почему нам не дали документы, особенно по чаше водохранилища. По всем историческим документам это была наша земля. В итоге Ченгис Айдарбеков отозван с должности главы комитета Джигар Кукинеша по международным делам. За проголосовали 43 депутата против 16. На этот раз вы допустили ошибку. Это политическая ошибка. Возьмите на себя ответственность. Надо было уйти по своему заявлению, а не заставлять спорить столько депутатов. Если каждый глава комитета так будет делать, это уход от ответственности. Возьмите ответственность. А кто-то решил переложить всю ответственность на Айдарбекова? Когда спустя годы будут выяснять, кто подписал то самое историческое решение профильного комитета, одним из самых первых поставил подпись, с кого, спросит. Не с того же, кто договорился отдать, а с того, кто подпись поставил. Впрочем, нужную кандидатуру уже нашли. Улан Примов от фракции Атаджур Кыргызстан. Профильный комитет уже одобрил его кандидатуру на роль главного по комитету по международным делам. Ну и пока решается вопрос Кимперабада и вообще каргызско-узбекской границы. Какие-то странные сигналы идут со стороны Таджикистана. Накануне в СМИ Таджикистана распространились сообщения погранслужбы этой страны о том, что наша сторона якобы стягивает силы границы. Сведения, указанные в заявлении таджикской стороны, абсолютно не соответствуют действительности, заявила наша погранслужба. Пример тому – публикация фотографий, где запечатлен провоз техники на автотрале. Комментируя данное фото, управление пограничных войск ГКНБ по Сагдийской области Таджикистана сфабриковало версию о том, что якобы кыргызская сторона осуществляет переброску военной техники в Баткенскую область, в то время как эта фотография была сделана 21-22 сентября 2022 года в ходе отвода техники от линии границы вглубь Кыргызстана и транспортировки в пункт постоянной дислокации. Более того, как заявляет наша погранслужба, это именно, что таджикские военные складируют оружие и боеприпасы у границы с Кыргызстаном и готовят наемников. В этой связи погранслужба Кыргызстана призывает своих коллег соблюдать достигнутые договоренности и исполнять пункты подписанного протокола, тем самым сохраняя хрупкий мир в регионе. О том, что на границе что-то происходит, сообщает и депутат, осылаясь на очевидцев. В Баткенской области есть место головной. Там таджики на гражданских авто развозят оружие. Вчера ко мне из Баткена Лейлека пришли молодые парни. Они подтверждают это. Окопы копают, оружие привозят. Информация есть. Тяжелая техника недалеко ушла. Мы должны еще встречи проводить с ними. Если сидеть молча, что будет завтра? В прошлый раз тоже так было. Примите меры поскорее. Наши органы безопасности знают, наверное, об этом. Хочу обратиться к лидерам стран Центральной Азии. Последствия огня, который вспыхнет между Кыргызстаном и Таджикистаном, коснется не только эти страны. Сгорит вся Центральная Азия. Огонь распространится на Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, в Монголии, от Каспия до границ Ирана и Турана. Не только две страны. Если Таджикистан продолжит агрессию, то это будет плевком в лицо Путина от имени Таджикистана. Ведь недавно Владимир Владимирович наградил их орденом за стабильность в Центрально-Азиатском регионе. Стабильность Центральной Азии начинается с Кыргызстана и Таджикистана, заявил Балбак Тулабаев. Другой депутат Араслан Бекмалиев считает, что для решения вопроса границ в Баткене кабинет министров с президентом должны ввести силы ОДКБ или ООН на границу. С похожей инициативой выступил накануне и министр обороны. заявил, что без присутствия миротворцев на границе нам не справиться. Это что, мы такие слабые и так слабо договариваемся, что не можем сами справиться и урегулировать? Ввести в Кыргызстане смертную казнь за сексуальное насилие в отношении детей предлагают депутаты. 61 депутат выступил с инициативой внесения соответствующих поправок в Конституцию Кыргызской Республики. Но с таким уровнем наших судов сложно надеяться на справедливые приговоры. В справке обоснования говорится, что преступление против половой неприкосновенности ребенка имеет тенденцию к росту. Но, как по мне, дело не в законах, а в том, что они не соблюдаются. У нас все еще нет принципа неотвратимости наказания. Насильники избегают наказания по вине следователей судей, по вине всех тех, кто допускает, чтобы заплатив мзду, подкупив, было возможно уйти от наказания. И вместо того, чтобы изменить систему, сделать все, чтобы законы работали, депутаты инициируют поправки в Конституцию, которые приведут, опять же, к тому же, те, у кого есть возможность, будут уходить от ответственности. Те, у кого нет возможности, будут расплачиваться за тех, у кого она есть. Что там с углем? Уже ноябрь на носу. Так-то глава кабина Колбек Джапаров, тот самый, который ранее был на ТЭЦ Бишкека, говорил, что все готово к зиме. Заявил, что сейчас ведутся переговоры с казахстанской компанией Караджира по импорту 400 тысяч тонн угля под сне 54 доллара за тонну для столичной ТЭЦ. На прошлой неделе глава электрических станций Айдар Алиев сказал, что времени на проведение тендера уже нет. Скорее всего, придется без тендера. Ой, как здорово! Какой простор для всего! А чего раньше тянули? Фееричный ответ от главы Кабмина. Мы в апреле утвердили водно-энергетический баланс, согласно которому нужно было импортировать 400 тысяч тонн угля. Однако в мае прошлый министр Доскол Джумагулович поднял инициативу отказаться от импорта, используя местные компании, включая тех, что на Карагича. Он поднял инициативу и убедил уважаемого президента Садыра Наргуджевича и меня, поэтому мы опоздали на три месяца, после того, как поняли и уточнили вместе со специалистами, что не сможем самостоятельно добыть такой объем угля. Вот сейчас поменялся министр, теперь сейчас прилагаем усилив. Ну, то есть только спустя три месяца решили уточнить у специалистов, что самим такой объем не потянуть. Вот когда уже ноябрь на носу, зима у ворот, тогда такие, а мы вообще можем или не можем? Ой, не можем? А ну в Казахстане найдем без тендера 400 тысяч тонн угля в самый сезон, когда он там тоже нужен и когда его экспортируют в Европу. Круто! Теперь Аколбек Джапаров говорит, что если зимой будут проблемы, то ответит кабинет министров. Ну, то есть и он тоже как глава этого кабинета. Ну, посмотрим. А именно Нарга собирался запретить экспорт угля. Уже экспортировались в этом году 800 тысяч тонн угля отправили в Европу и Азию. Данные над Статкома. А теперь Аколбек Джапаров говорит, что зима будет тяжелой и в плане продовольствия, потому что все везде дорожает, санкции к России ужесточаются и неизвестно, как служится ситуация в Европе. Короче, говорит глава кабина, готовьте, готовьте дрова и уголь. Про кизяк пока не говорит. Но где сложные времена, там и кизяк. Никто не знает, как сложится ситуация в Европе. Они поговаривают даже о возможности применения тактического оружия. Если так будет, беженцев станет больше. Сейчас мы рады нашим гостям, но если начнутся конфликты, нам придется закрывать границы. У нас есть возможность обеспечивать малоимущих граждан в течение трех месяцев. Но и после этого периода есть жизнь, поэтому нам надо готовиться к сложным временам. Ну, приехали. То он говорит, что у нас получилось не по грязности в кризисе, есть стабильный экономический рост. Байсалов там тоже в Твиттере примерял на себя роль главного по экономическим вопросам. Главного политолога, видимо, мало. Писал, что уровень доверия к Садыру Джапарову вырос, а экономическая ситуация улучшилась. В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. А теперь вот. Тем временем шесть правозащитных организаций обратились к Садыру Джапарову с призывом прекратить давление и репрессии со стороны правоохранительных органов в отношении накомыслящих. От МВД требует немедленно прекратить уголовное дело в отношении девятнадцатилетнего блогера Рысла Джекшиналиева как политически мотивированное и возбужденное по надуманным обвинениям. Суд просит отпустить Рыса. Изобращение правозащитных организаций. Аделет. Общественное объединение Гражданский союз. Холымшамы. Смарт-Ляран. Институт медиаполиси и общественный фонд гражданские инициативы. Рыс Джекшиналиев разместил на странице политузник в социальной сети Facebook видео с выступлением на тот момент кандидатов президента Абдиля Сегизбаева по вопросу месторождения Джетимто в Нарынской области. При этом многие пользователи интернета до и после публикации Рысом злополучного видео размещали его и никаких вопросов к ним у правоохранительных органов не возникало. Случай Рыса – это сигнал власти в отношении всех несогласных с официальной точкой зрения. На примере 19-летнего молодого человека всем показывается, с какими проблемами активные граждане могут столкнуться, если перейдут некую красную черту. При этом границы дозволенного постоянно меняются и зависит от настроений в верхах. Напомню, Рыс был задержан в августе за пост в социальных сетях. Ссылка на источник опубликовал обращение Абдиля Сегизбаева двухлетней давности. С августом содержится под стражей за пост в социальных сетях. Его близкие адвокаты говорят о хронических проблемах со здоровьем, подорванном теперь еще и содержанием в СИЗО. Но суд продлевает ему меру пресечения до 14 декабря за пост в социальных сетях двухлетней давности, посвященный Джит-Им-ТО. ГКНБ задержала и выдворила в ИВС заместителя директора департамента лекарственных средств и начальника управления. По версии следствия, должностные лица департамента в сговоре с частной компанией незаконно перерегистрировали, сертифицировали, а затем импортировали в Кыргызстан некачественные лекарства. Велась двойная бухгалтерия для продвижения своих товаров через систему денежных выплат сотрудникам. Возможно, уклонение от уплаты налогов. В 2020 году при проведении соответствующих лабораторных исследований в Центральной контрольно-аналитической лаборатории Министерства здравоохранения Кыргызской республики было установлено, что содержание отдельных веществ в импортируемом препарате превышает соответствующие нормы, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья. В следствии продолжается устанавливается сумма ущерба государству. И хорошо бы, чтобы проверили еще и причастность самого главы департамента Нурдина Кагаздиева. Журналисты выяснили, как родные главного фармаколога Кыргызстана зарабатывают миллионы на поставках медицинских товаров, в том числе за счет имитации конкуренции. За 6,5 лет родственники Нурдина Кагаздиева выиграли медицинские тендеры на сумму более 350 миллионов сомов. Несмотря на уже несколько вскрытых фактов родственных связей, он продвигался по службе и год назад занял руководящую должность в департаменте лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения. Сам Кагаздиев на вопрос журналистов отвечал, что никак не участвует в фармбизнесе своих родственников и не помогает им. Вот смотрите, папа мой в 1993 году фирму открыл в Таласе. Я врать не буду. Папа, когда возил товар, я был маленький и ему помогал. Я дома единственный сын. Они все ради меня делали. Раньше они когда-то хорошо работали. Сейчас у них практически нет работы, конкуренции много. Осталось 2-3 аптеки и все. Да и они скоро закроются. Как семья Кагаздиевых зарабатывала миллионы на госзакупках и почему там возможен конфликт интересов читайте в расследовании на нашем сайте. Ссылку опубликовали и в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Ну а у меня на этом все. Всем добра. Пока.